Здравствуйте! С сегодняшнего дня я начну снимать видеоуроки по кроме H3. Мои уроки будут полезны новичкам, которые только-только разобрались с мешком и его основами. В этой серии видеоуроков я буду объяснять, что такое FG, то есть Fall of Grubs. Fall of Grubs, для тех кто не знает, это визуальный скриптинг для создания игровой логики в своих уровнях, сценах, для чего вы его используете. Но FG это довольно-таки сильный инструмент в крайне H3. На нем можно создать практически все, что необходимо в самой игре, кроме самого собой и Cypress Plus кода. Начнем. Для того, чтобы создать свою первую схему FG, необходимо зайти в Rollbar, Objects, Antitool, тут раскрыть вкладку Default и выбрать элемент Flow of Grubs Antitool, то есть сущность элемента FG. Ставим его на карту. Теперь для того, чтобы прийти к созданию скрипта, необходимо в настройках объекта найти вкладку Hall of Grubs, нажать кнопку Create, даем ему любое английское имя, ну или цифровое. Жмем ОК. Вот мы видим перед собой главное окно для работы с FG. А то сейчас, чтобы удобно было смотреть всем. Ну вот. Она представляет собой сетку, на которой будет отображаться сама схема вкладки с элементами, а также готовые схемы, которые используются на этом уровне или вообще в этой карте. А сбоку вот тут можно будет проезжать информацию про данный элемент. Посмотрим. В любой схеме используется нод Start. Чтобы его создать, жмем в правую кнопку мыши по сетке Start ноды. Или же добавим нод Nisk Start. Ну так все-таки легче и привезче для меня. Так что я использую этот метод. Теперь разберем структуру данного элемента. В настройках. Тут галки. То есть можно отключить некоторые элементы. Допустим скрипт будет работать только в эдиторе. В самой игре он не будет работать. Или наоборот. Скрипт будет работать только в игре. Дальше. Тут информация про ноды. Но в некоторых нодах, допустим, с большим количеством функций есть подробное описание на английском языке. Нод, то есть этот прямогольный блок, это называется нод. У него имеется несколько входов, несколько выходов. Вот слева, это вход. Справа выход. То есть тут в создании схем ошибку допустить нельзя. То есть движок не разрешит подключить к данному элементу что-то другое. То есть от входа к входу. Или сам элемент замкнут на самого себя. Он это не разрешит сделать, так это ошибка. Теперь создаем первую схему. То есть по привычке программистов вывод на экран сообщения с текстом Hello World. То есть это привычка программистов в начале своего пути. Начнем. Нам, жмем правка мыши, добавляем нод из категории hood. Вот, display debug messenger. То есть мы будем выводить на экран сообщения. Тут их два нода разных. Display timed, debug messenger, то есть он исчезнет через несколько время. То же самое можно сделать и с обычным нодом. Но это потом объясню. Для того, чтобы схема заработала, надо создать простой алгоритм. То есть при старте игры произойдет вывод сообщения на экран. Теперь жмем по output с синеньким квадратиком. Соединяем в точку show, то есть показать. Дальше вводим сообщения. Для ввода сообщения или любого изменения параметров, можно челкнуть сюда два раза. Около знака равно. Либо же выделить элемент и настройка сбоку, справа, указать свой текст или параметр. Идем, как я говорил, текст. Теперь я сейчас объясню вкратце функции данного элемента. Editoid, то есть ID предмета, в котором будет выводиться текст. Если его вставить безымянный, то он само собой будет выводиться только у локального игрока. Можно так и так, чтобы текст выводился только через, когда ты используешь определенную камеру. Но это потом объясню, если надо будет. Дальше, мессенджер, но с этим уже все понятно. Display Diamond, можно указать определенный промежуток времени, допустим, 5 секунд. И через 5 секунд данный элемент исчезнет. Позиция x и y, но это все понятно. Это координаты данного элемента на экране. On Size, размер шрифта. Color, цвет шрифта. Вот, теперь проверим схему, то есть зайдем в агру. Как видите, слева сверху отображается наш текст. Теперь мы сделаем так, чтобы данный текст исчезал через некоторое время. Или же по нажатию на клавишу, допустим. Для того, чтобы сделать считывание нажатия кнопки, надо добавить нот. Добавить нот. Отображалась как устройство ввода информации. Допустим, поставим кнопку K. То есть, надо вводить английские буквы. И жмем Enter. Для сохранения прогресса, изменений. Теперь. У этого нота несколько входов, несколько выгодов. Входы понятны. Enable, Disable. То есть, можете так, чтобы данный элемент работал в определенный момент времени. И также в определенный момент времени он отключался. Есть несколько выходов. Preset и RLS. Preset. Это событие будет происходить при нажатии на кнопку RLS при отжатии кнопки. То есть, когда вы берете руку, палец кнопки. Давайте сделаем так, чтобы при нажатии на Preset текст исчезал. Проверим. Вот текст исчез. Теперь мы сделаем так, чтобы текст исчезал еще через некоторое время. То есть, поставим здесь 5 секунд. Вот запросили игру. И текст сейчас должен уже исчезнуть. Все. Текст исчез. То есть, теперь текст будет исчезать. Либо через 5 секунд, либо нажать на определенную кнопку. Это самый простейший FG. Простейший скрипт визуальный. С него, с его завершением. Я считаю, что урок закончен. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал. То есть, YouTube. Д2 Айде. Все. И подписывайтесь. И оставляйте свои комментарии. Мне будет очень приятно прочитать. То, что исправить. Что оставить. Строго не судите. Это мой первый видеоурок. Если вам понравилось, то я буду выкладывать полный курс видеоурока. Который я задумал. Так что, там будет очень много интересных вещей, примеров и решений. Всем спасибо. Пока.